Доброе утречко! У нас 13 число января. Скоро крещенские морозы, нам там обещали холода, но пока достаточно тепло, красиво, сыпит снег. Все уже деревья заснежены, а мне предстоит немножко прогуляться, потому что, подсказала подруга, в магазине Дрогос у нас в Латвии хорошие скидки есть на качественное мыло. А мылом я пользуюсь и достаточно активно. Поэтому сейчас мой путь туда, и хотя я стараюсь не покупать в этом месяце ничего лишнего, но вот искушение меня настигло. Так что одеваюсь, иду во всю эту заснеженную красоту. Ох, и понасыпало же снега, сугробы. Но это хорошо, если будут морозы, все растения уже делись в свои шубки снежные. Как всегда, пасмурно и темно. У нас всегда так. Солнце будет только если будет мороз. Как я его долго искала, это мыло. Вообще, оно на боковой вот стойке находится в магазине, я даже внимания не обратила. Ходила и спрашивала у продавца, она не знает, она вообще не поняла, что такое мыло. Ну вот, так, сейчас здесь классные. Вот это очень классное. Я знаю, но посмотрю, что есть еще. Думаю, уже тогда покажу покупочки. Боманда с бергамотом хорошая. Я на обратном пути домой. И хотелось бы погулять, но дорожки почти что не расчищены. Дворники что-то у нас сегодня отдыхают. Поэтому ходить довольно сложно. И хочется, конечно, поскорее вам показать. Похоже, что мой парфюмерный хомяк переквалифицировался. Такого хозяйственного хомяка. И это еще, кажется, страшнее, потому что накупила мыло каждого по кусочку. Все казались такими интересными. Теперь этих запасов хватит года на два точно. Ну вот я и дома. Я уже тут все распаковывала, все пробовала. Конечно, далеко не все мне понравилось. Жалко, что я в магазине не смогла вот это все как следует протестировать. Поэтому поделюсь с вами теми мылами, которые особенно мне понравились. Чтобы вдруг, если вы будете покупать, чтобы вам было легче с выбором. Но перед этим покажу еще тут пару покупочек. Это вот такой. Заскочила фикс прайс, купила вот чай Липа с ромашкой. Написано высокогорной. Я люблю ромашку, я пью часто ромашку. А Липа тоже она как приятное добавление. И он недорогой там очень. Но в пакетиках зато. А вот этот рассыпной, вот такой классный чай. Зеленый, с кусочками самых разнообразных натуральных фруктов. Очень вкусный, очень ароматный, прекрасный зеленый чай. Я люблю зеленый чай, но не в чистом виде, а когда там всегда хоть что-нибудь, но добавлено. Итак, о мылах, о мылах. И перед этим еще тоже быстренько покажу. Для кончиков волос вот сейчас попробовала. Купила такое масло марки Лореаль. Я никогда не пользовалась, не знаю. Поэтому, может быть, если вы знаете какие-то... Тут у меня там такой болтливый. Какой-то болтливый у меня птиц один. Если знаете какие-то еще общедоступные марки, которые можно в магазинах спокойно купить, недорогие, посоветуйте. Потому что у всех, у кого волосы бесконечно красятся, они нуждаются просто в каком-то таком вот масле. Написано для всех типов волос. Больше я ничего не смогла прочитать без очков. Ну, думаю, что пригодится. Пригодится воды напиться. Так, что вам еще показать? Чай пью сейчас вот из такого красивого белого чайника. Очень мне форма нравится. Она просто какая-то завораживающая. Он такой круглый, волшебный, красивый. Итак, о мылах. Я очень люблю мыло. Я давно уже ими пользуюсь. Причем для всего. У меня есть хозяйственное мыло для каких-то, для одежды, которую можно постирать. У меня есть мыло для лица, которое я постоянно пользуюсь уже на протяжении, наверное, двух лет. И меня совершенно это все устраивает. У меня кожа достаточно жирная, поэтому мыло не сушит. Ну, в общем-то, можно и подобрать любое мыло, чтобы оно не сушило. Сейчас очень много всяких есть вариантов. И тут, когда подруга позвонила и сказала, что в магазине такие большие скидки на эту марку, а мне нравится эта марка итальянская, и я пошла, прикупила и этой марки, и другой марки. В общем, у меня сейчас, наверное, 9 кусочков мыла и даже один набор мыльный. Сейчас я вам покажу все, расскажу. Набор. И, кстати, марка... Вот здесь можно увидеть название марки. Это был первый набор такой. Так, подержала, наверное, достаточно, чтобы вы смогли понять, что и как. Это лимон и мята. Итальянское мыло, беленькое, чистенькое, вкусно пахнущее. Мне нравится, что запах такой не очень острый, не очень резкий. Помните мыло, которое было у нас, как же оно называлось там, такое парфюмированное, очень вкусное. Оно, конечно, было классное, но вот этот сильный запах, когда ты начинаешь думать, что там уж очень много какой-то химии добавлено все-таки. Ну, возможно, здесь тоже добавлено химии, никто не говорит, что это что-то очень натуральное. Но, тем не менее, прелестное, такое вот свежее. Лимон и мята, это, по-моему, беспроигрышное сочетание. Здесь три кусочка внутри. Тоже красиво смотрится, если какой-то такой подарочный вариант. Ну, или просто неудобно. Они по 125 грамм, остальные будут большие, остальные будут по 200 грамм. По 200, по 250. Роза 200 грамм. Да, цены, цены, наверное, вас интересуют. Вот этот набор из трех мыл стоил 6 евро, то есть, по сути, ну, по 2 евро за кусочек. Наверное, все-таки не дешево. Остальные тоже были 2 или 3. Те, которые 250 грамм, они были по 3. Вот такое мыло с запахом розы. Я уже все повскрывала, мне хотелось нос свой засунуть туда, разобраться, что и как. Ну, в общем, так, ладно, я, наверное, сниму очки. Толку у меня от них никакого нету, но они как-то отсвечивают неприятно там в экранчике. Очень красивый запах, нежный, такой чистый розы, белый, чайный розы. Очень, очень хороший, мне понравился. Я показываю, может быть, вы где-то такое увидите, тоже сможете приобрести, потому что, не знаю, как еще вас мотивировать. Мыло с лавандой, я его не вскрываю. Ну, лаванда, понятно, она всегда пахнет достаточно одинаково. И просто хочу для подарка. У меня свекровь обожает лаванду. И, кстати, она такая вот приятная, она сладковатая лаванда. Я люблю сладковатую лаванду, а не выручу, которая с горчинкой такая, холодная совсем, суровая. А вот эта приятная и нежная, очень хорошая. Вот эта я бы однозначно рекомендовала. Так, были какие-то, которые мне и не так, чтобы очень понравились. Или какие-то были странные. Вот эта другая марка мне попалась, Нести Данте. Вот так она выглядит. И, как видите, здесь у нас... А так выглядит само мыло, немножко желтоватое. Здесь у нас амаретта и, в общем, короче, здесь вишня и что-то еще красненькое. Какие-то ягоды. Очень приятно, тоже очень нежно. Конечно, так много, наверное, и не надо мне мыло будет. Но стратегические запасы хомяка. Теперь, когда ему не разрешено покупать ничего из парфюмерии, он пытается хоть как-то оторваться. Кстати, сегодня продала пару ароматов, поэтому денежка у меня есть. Так, дальше. Очень понравилось, очень-очень-очень понравилось. Вот это мыло. Я даже не знаю, что это за марка. Покажу. Ну, монпарей какой-то. Вот такое вот мыло. И оно пахнет свежесломанными веточками. Вот оно такое не травяное, оно зеленое. Но вот именно, когда почки, почки, веточки, вот такие первые весенние. И в то же время какой-то сладкий цветок. И, в общем, оно прелестное просто. Я от него в восторге. Я хочу таких мыл много-много. Оно просто суперическое. Следующая лаванда и мандарин. Тоже мне зашло. Потрясающе понравилось. Опять же, этой марки итальянской. Вот такой вот. Если увидите, если вы в Риге, попробуйте. В магазине очень сложно было понять. Потому что в магазине они все рядом, много. Они все запакованы. Ты в маске. Вокруг пахнет химией. Ой, извиняюсь, я тут ногой стукнула стол. У меня такая конструкция, если бы вы видели тут. Из кучи коробочек, на которых стоит фотоаппарат. Тут нельзя ногами дрыгать. А то вся конструкция упадет. Вот этот просто божественный. Это лаванда. Она тоже такая легкая. Она вот как и мандарин. Это как будто ты идешь по какой-то дорожке в Италии. Между лавандовым полем и рощей мандаринов. Это так классно пахнет. Какой отличный запах. Такой прямо хочется и съесть, и на себя нанести. И в общем, как это замечательно вкусно. Так, следующее будет то, которое... Я буду чередовать. То, которое очень понравилось и которое не очень. Потому что не смогла понять. Здесь название вообще какое-то длинное. Непонятное. Само молоко-речневатое. Немножко пахнет какой-то кислинкой. Пахнет какими-то духами нишевыми. Но такие, которые... Оно мне чем-то знакомым пахнет. Ладно, я покажу название. Подержу, потому что здесь очень сложно понять, что же здесь такое на самом-то деле за название. И что это здесь в составе. Давайте посмотрим. Ну, нарисованы какие-то красные тут цветы какие-то. Так. Нет, придется одеть очки и попытаться разобраться. Мне же интересно, что же это за запах такой. Ой, ну мне как-то так интересно. Ну, действительно, какими-то духами. Причем такими вот непростыми духами. Кстати, в составе всех масел... Всех масел. Всех мыл. Здесь все с этим. Оливковое масло и алмонд. Алмонд это у нас, по-моему, миндальное, да, кажется? Если я не ошибаюсь. Глицины. Глициния. Глициния есть такой цветок, я знаю. И баугайнивилья. Буганвилья! А-а-а! Вот что знакомое. Глициния и буганвилья. Ой, как он интересный. Он действительно пахнет цветочно, с какой-то кислинкой. Тоже неплохо. Неплохо, хотя непривычно. Так. У меня еще осталось два кусочка. И я хочу закончить на том кусочке, который мне понравился. Понравился. Поэтому начну с того, который не очень. Написано самбук и гиннестр. Гиннестр это, по-моему, что-то типа или липовый цвет, или как-то, по крайней мере, у меня есть духи, вельбет гиннестр, и они с липой. А самбук я прочитала как сандал. Без очков. И думаю, о, мыло с сандалом надо брать. Но на самом деле оно хуже всех пахнет. Вот на мой взгляд, оно какое-то рисковатое, оно какое-то, ну, наверное, вот больше даже мимозой какой-то пахнет такой. Нет, вот это нет. Нет, не подошло, что я с ним буду делать. Или акации какой-то. Ну, такой вонючей акации. Есть желтая акация, она пахнет как-то очень резко. Есть вот белая, она пахнет чудесно. А закончу на красивом аромате, на лимоне и каких-то специях. Но здесь нарисована корица. А корицу я обожаю. И вот он тоже, он такой сразу, на фоне вот после этого, он такой нежный, приятный. Вот покажу вам, тоже можете смело брать. Очень такое приятное, хорошее. Тоже в составе есть и оливковое масло, и миндальное масло. И нежный, нежный, тонкий, красивый аромат. Такой вот, больше лимона, чем корица. Хотелось бы корицы побольше. Ну, может быть, в процессе, когда все это будет происходить, омывание, может быть, будет как-то по-другому. Еще хочу, так как об ароматах говорим, так как я продала сегодня два аромата, то покажу, тут мне немножко отлили, марка «Реминисценция», называется «Пачули». Очень красивые пачули, не подвальные, такие современные, благородные. Сейчас на себя нанесу. И, в общем, все, я уже хочу, уже хочу с флакон, а я же дала слово целый месяц. Не уходите в профимерные покупки, потому что это все, конечно, очень недешево. Ну, какие же они красивые тоже. Они не такие землистые, но они такие натуралистично живые какие-то. На коже очень красиво, на холодной коже красиво. У меня холодная кожа. В общем, попыталась вам сразу обо всем рассказать. Как всегда, лучше надо о чем-то одном, но подробно и обстоятельно. Показала вам мыло. Могу порекомендовать те, которые мне понравились. Очень красивые ароматы. Напишите, пользуетесь ли вы мылами. У нас есть, кстати, своя фабрика в Риге «Стендер». Она выпускает очень много различных мыл, которые варят сама. И они такие красивые, с разными ароматами. Они разноцветные, они такие полупрозрачные и безумно дорогие. Все-таки они очень дорогие. И, конечно, на фоне тех цен, эти в несколько раз дешевле. Я думаю, что они нисколько не хуже. Я, конечно, не знаю, как весь этот процесс маловарения происходит. И, наверное, лучше не надо знать, потому что бывает иногда, как посмотришь, как что-то производится, и уже думаешь, ну, лучше бы ты этого не знал и не видел. Но надеюсь, что все-таки мыло неплохие. Буду продолжать ими пользоваться, как и пользовалась раньше. И теперь я могу уже не заглядывать в магазины и не покупать, наверное, точно года два. Ну что ж, вот такое какое-то странное видео, на мой взгляд. Странное влоговое видео, потому что хотелось вам о большем рассказать. Но, как всегда, я набалтываю, набалтываю, и получается, что, ой, лучше бы я все это коротко. А коротко я, наверное, разучилась уже рассказывать. Я вот все рассказываю как-то вам длинно. Все, на этом вращаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. Это такое маленькое послесловие. Я все-таки не удержусь, покажу вам, как они выглядят, а то болтовня-болтовнёй, и почему они такие хорошие. Они и древесные, и амбровые, они такие бальзамические. Цвет у них потрясающий, флакончик изумительный. И выпущены в 1970 году. Я даже думала, что они немножко у нас все-таки посвежее. И здесь у нас пачули, французский лапданом, толу-бальзам, ваниль, бобы тонко, сандал-кедр, ветивер, белый мозг. Смотрите, сколько всего красивого. А есть еще, есть еще этой же марки. Я как-то эту марку обошла стороной, потому что вот такой вот пачули-ликсир. Вот про эти еще очень много тоже говорят всякого. Он, может быть, попроще, но он более землистый. Потому что в составе-то здесь всего-навсего пачули, сандалы, кедр. Вроде бы, да, и не так много всего, но говорят, что он такой. А я когда-то покупала из этой марки какие-то такие флакончики, милые, круглые, симпатичные, похожие на... И аромат был похож на какое-то косметическое средство, на какой-то крем. Очень мне это не понравилось. И я вообще от этой марки отвернулась. Хотя она в свое время была недорогая. Сейчас она стала чуть-чуть подороже. Но все равно еще можно найти. И у них почулистых ароматов, кстати говоря, у этой марки много. Давайте-ка мы быстренько еще заскочим на вот эту главную страничку. Ой, 47 ароматов, конечно, многовато. И посмотрим, что у нас есть. Здесь и ут, и муск, и тонко. Они, видите, как-то отдельно есть. Отдельно ваниль, отдельно ваниль и сантал. Тоже, наверное, интересно. А вот у меня было вот такое какое-то. Такой какой-то кругленький. Сейчас пытаюсь вспомнить, какого цвета. Ну, вот что-то типа того. Он был, и он мне не понравился. Он был очень такой... Сам флакончик, конечно, прелесть, но вот эта кремовость мне не понравилась. Есть почули бланк, есть почули эликсир, почули розы, почули просто для дома. Наверное. Нет, мужской это, наверное, считается. Вот. У них еще есть такие ароматы. Рем не пробовала. Ни один из них не пробовала. Вот поэтому, если кто-то из вас пробовал, что-то знает. Вот есть еще такие ауды почули, смотрите. И есть еще эликсир почули, еще более интересный. Ну, может быть, это просто какая-то лимитированная версия. И, в общем, почули здесь много. Кто любит аромат почули, обратите внимание на вот эту марку, да. И сейчас посмотрим, какие у нас цены, ну, по крайней мере, в Риге, чтобы вы знали. Вот этот сайт, на котором я частенько покупаю. Никаких проблем там нет. У меня бесплатная доставка на почту. Да, много очень вариантов есть. Есть почули эликсир в парфюмерной воде. Есть вот эти почули в туалетной. Я не знаю, может, они есть только в версии туалетной воды. Ну, цены вот на эти довольно большие, потому что здесь объемы. Я думаю, что по 100 миллилитров как минимум. Поэтому можно посмотреть, поискать. Может быть, в каких-то наборах. Вот какой-то наборчик небольшой всего-навсего здесь. И крем еще будет, и 23 евро выгодно. Действительно, реально выгодно. Давайте положим в корзину, потом посмотрим, если хочется иметь вот такие почули. Так, туалетная вода ваниль Сантал. Возможно, интересно может, но она же чуть-чуть подороже. Но в целом, согласитесь, что это не такие большие цены. Вот какая-то тоже подарочная красивая коробочка. Набор там тоже туалетная вода и что-то еще. И сейчас посмотрим. И лосьон для тела 75 миллилитров. И туалетная вода будет 100 миллилитров. И это 34 евро. То есть, в общем-то, цены приятные, располагающие к себе. И есть еще почули бланк. Есть еще почули с розой. В общем, много всего интересного. Обратите внимание на эту марку. Она неплохая. Вот именно как-то она подсела, хочется сказать, на всякие варианты почули. И я думаю, что это неплохой выбор почули и роза, например. Вот тоже, да. Ну вот так. На этом уже, наверное, все. Загрузила вас всякая информация. Все изучайте. Все ароматное, прекрасное, замечательное. И если кто-то знаком с почулями вот именно этой марки, напишите, пожалуйста. Потому что хочется знать, за каким из них гоняться. Потому что на самом деле все-таки очень хочется этот аромат. Только тратить деньги на него большие не хочется. Поэтому нужны отзывы. Мне нужны ваши отзывы. Всего хорошего. До новых встреч. Теперь уже окончательно. Пока-пока. Продолжение следует.